Продолжим разговор на правовую тему. Какие бы обстоятельства не привели вас к расторжению брака, избежать многих формальных проблем вам поможет заключение соглашения о разделе имущества. Некоторые специалисты предлагают делать это заблаговременно. Разберемся в деталях этого щекотлевого вопроса в нашей рубрике «Спроси нотариуса». И сегодня у нас в гостях правовой эксперт, нотариус, член правления Нотариальной палаты Красноярского края Елена Викторовна Абрамова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рад вас приветствовать в нашей студии. Скажите, что собой представляет все соглашения и вообще нужно ли оно и когда оно составляется? Для того, чтобы было полное понимание, о чем идет речь, нужно начать с того, что в Российской Федерации установлен законом, так называемый законный режим имущества супругов. Если иное не установлено договором между ними, то то имущество, которое приобретено во время брака за счет общих доходов супругов, является их общей совместной собственностью. Личным имуществом супруга является то имущество, которое у него было до заключения брака, либо то, которое он во время брака получил в порядке наследования, дарения, ну и по другим безвозмездным сделкам. Например, на основании договора о приватизации жилого помещения. Все остальное, ну так, если упрощенно говорить, независимо от того, на кого оформлено из супругов, оно является общим со вторым супругом. И как закон говорит, это не зависит даже от того, что второй супруг, например, не работал, занимался домашним хозяйством, уходом за детьми, ну либо по каким-то другим уважительным или даже не очень уважительным причинам, с точки зрения общества, не участвовал в создании общего дохода семьи. В общем, все делится пополам. Ну да, если иное супруги между собой не предусмотрели, при разделе имущества предполагается, что доли в этом общем имуществе супругов у супругов являются равными. Но, опять же, это уже при разделе. А если имущество не разделено, то, как я уже сказала, независимо от того, на кого оно оформлено, оно является совместным. То есть целое имущество принадлежит двоим, то есть супругу и супруге. И поэтому, если супруги желают, либо по каким-то обстоятельствам, например, по требованию кредитора, это имущество может между ними быть разделено. Но, опять же, как вы говорите заблаговременно, здесь нужно различать соглашение о разделе имущества супругов и брачный договор. Так, давайте в этих тонкостях тоже разберемся. Значит, это две сделки, которые могут заключить между собой супруги с той целью, чтобы изменить этот предусмотренный законом режим общей совместной собственности. То есть либо определить долевую собственность, либо определить личную собственность каждого из супругов на какой-то вид имущества. Ну, как бы я думаю, что формат нашей сейчас беседы совсем не позволяет, наверное, точно сказать, когда бывает брачный договор, когда бывает раздел имущества. Поэтому, так как оба этих договора по закону подлежат обязательному нотариальному удостоверению, то если такая возникает необходимость у супругов, они могут к любому нотариусу на территории Красноярского края обратиться и получить консультацию. И, соответственно, нотариус уже, исходя из конкретной ситуации данных супругов, определит, какой вид сделки необходимо в данном случае оформить. В общем, все должно быть заверено нотариально, иначе не имеет никакой юридической силы. Да, совершенно верно. Это вы правильно сказали. Единственное, что вот супруги о чем должны знать. Брачный договор, он может быть заключен как лицами, которые еще только намереваются вступить в брак, и в этом случае он начнет действовать с момента заключения брака, так и лицами, которые уже в браке состоят. После расторжения брака брачный договор заключить уже невозможно. И раздел имущества наоборот. Его можно заключить как во время брака, либо по требованию одного из супругов, либо по требованию кредиторов его, банков, например, и также и после расторжения брака. Это вот соглашение, да? Соглашение разделе имущества. Скажите, а вот вы заранее говорили о том, что, может быть, такой договор заключен о том, что, ну, допустим, если я получаю что-то в наследство, там, не знаю, от мамы, может быть, допустим, я получил, ну, вот, к примеру, утюг от мамы, да, в подарок, на свой день рождения, она мне подарила. Я, то есть, тоже могу, получается, каким-то образом доказать, что это мое, это моя мать подарила мне. Или, ну, таких вот нюансов нет. Там более какие-то существенные вещи. Касаемо такого движимого имущества незначительной стоимости, как утюг, ну, вряд ли вы сможете как-то... Можно, конечно, между собой оформить договор в простой письменной стоимости. Здесь и пустиральная машинка, там, да, да. Нет, ну, то, что касается имущества, которое подлежит какой-то регистрации в реестре, ну, конечно, там у вас будет документ, оформлен договор дарения о том, что вам это имущество бесплатно передали в собственность. Соответственно, на него не распространяется режим общего имущества супругов. Касаемо движимого имущества, конечно, либо стороны дарителя, даряемый при желании, могут оформить договор в простой письменной форме, ну, либо это свидетельствует им показанию, и в случае раздела может быть подтверждено. Ну, как бы, если лица озабочены тем, чтобы имущество не являлось общей совместной собственностью по каким-либо причинам, то они могут заранее обратиться к нотариусу, получить консультацию, как это лучше все оформить, чтобы потом не возникало уже споров по поводу режима этого имущества. В суде это будет беспроблемно все решаться, если что-то заключено, какие-то договоры, соглашения, либо, ну, суд сам разберется и без всяких документов, что кому принадлежит. Дело в том, что если вы заключили брачный договор, либо заключили соглашение о разделе общего имущества супругов, то главное отличие именно вот от судебного спора, что это делается между супругами, когда нет спора. Если есть спор о том, как делится, конечно, никого принудить заключить этот брачный договор невозможно. Тогда, когда у нас есть спор, это общее правило, этот спор разрешается имущественный в суде, естественно. Когда спора нет, то есть договорились между собой супруги, исходя, ну, там, может быть, просто добрые отношения, так скажем, да, если при разводе сохранить хотят. Если во время брака хотят оформить брачный договор, то для того, чтобы была просто ясность, да, как бы о наших взаимоотношениях, ну, в связи, каждая же пара разная, мотивация для этого существует, вот, то... Мысль потеряла, о чем хотелось. Главное все решать полюбовно, тогда все будет лучше. А вот в современном мире, вот в наше время, пары, молодожены или люди, которые уже стоят в браке, они часто заключают вот такие соглашения, договора? Партика показывает, что с каждым годом количество особенно брачных договоров увеличивается, как и брачных договоров между лицами, которые уже длительное время состоят в браке и заключают брачный договор в отношении уже имеющегося, уже нажитого имущества, изменяет его порядок, так и в отношении лиц, которые только намореваются вступить в брак и только вот как бы либо оформили отношения, потому что брачный договор, он позволяет, его формат позволяет заключить его до того еще, как имущество было приобретено. То есть потом, когда имущество приобретается, уже его правовой режим ясен, и он действует в соответствии с брачным договором. Раздел, он, соответственно, только в отношении того имущества, которое уже есть, на которое уже право общей собственности у супругов возникло. Спасибо. Спасибо. Вот такая полезная наша постоянная рубрика «Советует нотариус». Надеемся, что вы разобрали во всех тонкостях раздела совместно нажитого имущества, хотя мы вам желаем, конечно, ничего никогда не делить, жить вместе и жить дружно. Итак, у нас в гостях была правовой эксперт, нотариус, член правления Нотариальной палаты Красноярского края Елена Викторовна Абрамова. Спасибо большое вам за сегодняшний визит. Спасибо нашему гостю за такую полезную информацию.